Мы находимся на одном гиме Ламудалеве и учили в Мишне. Сейчас мы здесь переводим Мишна. И всякие музыкальные инструменты бесконечные, то есть очень много, большого количества. 15-я ступенька, которая спускается из обычного двора в израт нашим. Израт нашим искали, что это был еще один двор, который был перед двором, то есть на востоке от храма двора был еще один двор при входе. Западная стена это задняя стена как храма, вход в храм это с востока. Соответственно, у нас западная стена, которая стояла сзади от храма, осталась. Надо вход в храме с востока, а восток ко стороне там вход. И соответственно, перед входом есть еще один двор небольшой, он ширина такой же, а длина меньше, который назывался израт нашим, так он назывался. И он был ниже, то есть гора поднимается с востока на запад, и соответственно, он был ниже, чем обычный двор на 15 ступенек. Каждая ступенька высотой поломы, пол локтя, то есть всего получается 7,5 локтей. 7,5 локтей это сколько, например, метров? Там 3 с чем-то метра высота разница. Между обычным двором и Градурдошем. Омр ли Рафхизда, Лагум и Драбонен. Спросил Рафхизда следующего мудреца, Дегава и Камиса Драгадата Камэй, который, это мудрец, перед ним Сидэ Рагадот. Что значит Сидэ Рагадот? Что время Гмары еще не было записано Гмара. Гмара была в устной терке, которая не записана, и были разные люди. Один назывался Тана, который, в смысле, назывался Мусад Рагадот, который рассказывал всякие о Гадот, говорил все эти, хотел, что звать всякими драшами и тому подобные вещи, друшем. Соответственно, их разбирали. Так он, то есть, знал о Гадот, видно, знал очень хорошо о Гадот Хазале. Вот спросил он, что ты знаешь? Омр ли спросил его, Шмир, Ханай, Хамеша, Сарамарой, Сканегетми. Может, ты слышал где-то в каком-то друши, почему именно 15 ступенек? Ступенек, 15 ступенек это напротив чего? То есть, почему делал именно 15, не 13, не 14, не 12 и так далее? То есть, он спросил, нет, он не спросил, не 15 ступенек, он спросил 15 Ширамалот. Что это значит? Что в Сефирта и Лим, в этих салмах, как по-русски, Сефирта и Лим, в салмах есть 15 подряд салмов, которые начинаются словами Ширамалот. Песнь поднятия, не знаю, поднимание, не знаю, чего. Малот, в принципе, есть ступенек, доставленный перевод. Малот, это, в принципе, Малет, то есть, слово Малет, Оля Хадаш, тут же корень, да? Оля, это поднимающийся, поднимается и так далее. Малот, это все, что угодно может быть. Слово ступенька, слово поднимания и так далее. И называется Ширамалот, то есть, песнь поднимания. Так написано. У нас почему он спросил этот вопрос? Потому что у нас вначале написано, что эти 15 ступенек напротив 15 ступенек, которые переходили из храма двора в Заратнашим, были как бы, как написано, не знаю, как то есть, как-то они связаны с этим 15-ю, 15-им салмами, которые начинают словами Ширамалойс, мимо Аким Карасихов, Ширамалойс и так далее. Так он спросил, как они, про чему, что это за Довид сказал, что это 15 этих самых песен, песен восхождения, песен ступенек, не знаю, как перевести по-русски. А он спросил, против чего он сказал Довид, насчет чего он сказал Давиду в этих 15 капиталах, 15 псалмов. Омарлей, так он сказал, Ахи Омараби Йохна, сказал ему, так сказал Раби Йохна, Бешааши, Кара Давид Шитин. Когда Давид стал копать Шитин, Шитин, мы сказали, это полость, которая под жертвенником, и он стал ее копать, и здесь, так сказать, вопрос разбирается, по какому мнению это идет, по мнению, что он-то выкопал, или по мнению, что они были с самого начала, только они как-то там закопались, они заткнулись чем-то, каким-то, я не знаю, чем-то, афаром и так далее. Капа Дгома, Капа это от слова всплыл, бездна, как называется, в воды бездны, которые под землей, под землей есть бездна, как называется, вода, под землей есть воды, как называются они, а? Воды бездны нет, как они называются по-русски? Вода, воды, подземные воды, не знаю какие-то. В общем, у Кита есть очень много воды, и они стали подниматься, всплывать, и Бауля Мишта Фаляльма, и была у них возможность, у них была Вамина, не знаю, как сказать, у них была какая-то возможность весь мир стереть, затопить, как во время Мабули видно, во время воспитания Божьего. Что делать было? Омур Давид Хамеша Сремалот в Уридан, Давид сказал 15 этих псалмов, Ширамалот, поднимание, и спустил их, эти воды, так, чтобы они мир не затопили. Так сказал ему этот мудрец, Равхизде. Сказал ему Равхизде, Ахеша Мишта Сремалот, Иридот Мебалей, почему эти песни называются «Восподнимание», ведь они использованы для спускания. Ты говоришь по твоему слову, что получилось, что 15, он сказал тебе 15 псалмов, и тем образом спустил эти воды, которые подземные воды, вниз. Если он спустил, он же спускает 15 иридот, как называется, Мурадот, я не знаю, что, спусканий, почему называется «Поднимание». Омур ли ответил, вот тот мудрец, Гоэль Ваид Картан, сейчас наполни Мильса, сейчас я вспомню, что там говорили про это, Ахитмар, так было сказано. Бешаша Караа Довид Шитин, в случае ситуации, когда Довид начал копать эти Шитин, то есть полос, который под жертвеннику, Капа Дхома, стал всплывать подземные воды эти. И хотели затопить весь мир, то есть так была опасность на всего мира. Омур Довид сказал, Довид, Кто-то знает, можно ли написать имя Всевышнего на хаспо, на это самое, на куске черепки, ну черепок, черепок, глина, не знаю, что это сухое. Вниждей Абадгома и бросить эту в бездну, и тогда что будет в Манахе, тогда он остановится, и не будет больше подниматься, и не будет опасности для всего мира, не будет такой опасности, что весь мир этот самый стерется. Мы перешли на Нунгимал Мудбет. Влейка, дека Омур Лей, Миди, никто ничего ему не ответил, никто не знал, можно так делать и нельзя. Омур Довид сказал, Довид, Коль де яде ле меймер вейно оймер и ханек бугруно. Тот узнает ответ на мой вопрос и не говорит, чтобы он, как называется, и ханек бугруно, как называется, задушился, задохнулся. Яханек, это задушится, бугруно, в городе. Там был человек, которого звали Ахитофель. Был такой очень интересный человек, Ахитофель, один из идиотов, у которых нету хэла куламаба. Один из людей, нескольких людей, которые были в мире, у которых нету хэла куламаба. Он был очень большой, Танетхохом, он был очень большим мудрецом. У него написано в Сосуке страшная вещь, что в его дни, когда спрашивали совету Ахитофеля, как будто спрашивали у Всевышнего, настолько он был мудрый, настолько он был, как называется, настолько он был человеком. Так он спросил, он сказал, Ахитофель подумал и решил следующую вещь, кальвы хомер, мацмо. То есть он подумал и решил, что я здесь кальвы хомер. Кальвы хомер, то есть можно вывести по правилу, тем более, что так можно делать. Почему? По поводу того, чтобы сделать мир между мужем и женой, сказала Тора, что мое имя, то есть сказал Всевышний, мое имя, которое написано, бэкдуша, которое написано на святости, имя хэла маэ, пускай сотрется на воду, где это сказано. У нас есть Цуге, которое называется Сойто, у нас есть Пороша в Торе, у нас есть такое Трео в Торе, которое называется Сойто. Что такое Сойто? Муж, который взял жену и сказал ей, представитель Ахитофель, тебе не разрешаю уединяться с таким-то человеком. И она, несмотря на это, с ним уединилась. После этого страшные истории нужно привезти в храм и напоить, написать специальную могила, написать специальные эти самые стихи в Торе, которые написаны про эту вещь, и заклясть ее, что значит, заклясть ее, сказать, что есть это самое. Дальше стирают то, что написано в воду, и этой водой ее поют, поют, не поют, а поют, да. Что случается, написано, что если она так изменила мужу, там страшно, она умирает по страшной смертью, а если не изменила, то все с ней хорошо будет, в не зра зеро. Она после этого рожает, да. В любом случае, в том, что там стирают, там написано в тех стихах имя Всевышнего, несмотря на то, что имя Всевышнего стирают, несмотря на то, что есть у нас запрет стирать имя Всевышнего, чтобы сделать шломбайт, чтобы сделать мир, выстарить мир между мужем и женой, Тора сказал, что можно стирать имя Всевышнего. А здесь, говорит Ахитополь, шалом лько лау лам, здесь это, если это самое, мы сейчас не сделаем этот патент, который придумал Давид Амеллах, то получается, что будет этот самый разрух, не только между мужем и женой, разруха всего мира будет, будет как называется, мир до основания разрушен, а затем, я не знаю, что будет, но сначала мир будет разрушен, то есть затоплен этими водами. Потоп будет, не знаю, поэтому что, поэтому, чтобы выстарить мир во всем мире, как сказать, СССР, нужен мир, хотя бы половину, желательно весь. Значит, как называется, да, то есть, чтобы мир во всем мире, то тем более можно делать, а здесь, шалом лау 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 и бросил, я не помню, может, увидел, я видел ее несколько раз, и бросить ее в этот самый бездну. Ахитополь так подумал, и Омар Лейшар сказал Давиду, что так можно делать. Теорише здесь очень интересная вещь говорит, что Давид придумал этот патент. Вопрос ему было, можно так делать или нельзя, так написано. Есть мнение, что нашел этот хаспу, там поднял его, потом еще в Содом, но неважно. Давид Лоя Муре Алоха Бифней Рабу Ахитополь говорит, что Давид, он не, как называется, у нас есть такой интересный запрет, который называется Сурла Город Бифней Рабой. Что это значит? Что если есть твой учитель, несмотря на то, что человек, который уже сам тоже Раб, он сам тоже уже Ге, Ларо, он может отвечать на вопросы по закону, если есть рядом, близко к нему учителя, вот он не имеет права отвечать на вопросы. Не имеет права. Если есть недалеко учитель, это называется неуважение к учителю, как сказать. Если я отвечаю, а здесь рядом учителя, спросить надо учителя, не имеешь права сам отвечать. Если далеко учитель, то можно. Ахитополь был его рабом, его был учителем Давида, и поэтому Давид не хотел сказать Аллоху Бифней Рабу. Что получается? Что Давид сам знал, что это можно делать, просто он не хотел, как называется, не хотел позорить, не знаю, как позорить, не хотел, нельзя было делать это сама. Нельзя было сказать Аллоху Бифней Рабой, и поэтому он спросил Ахитополь, потом подумал, Браду под дороги, он сказал всем, все, кто не знает, он задушится. Что интересно, что так Ахитополь и задушился. Ахитополь поконялся самоубийством, причем именно повесился. Ваиханек написано, сколько помню, как раз. То, что Давид ему, как сказать, пожелал, то он и получил. Хотя, на самом деле, судя по сгоре, он еще не знал этот ответ. То есть, когда он сказал, что тот узнает, пускай есть, не скажет. Во-первых, он в этот момент не знал, только после этого подумал, решил этот вопрос, ответ, что можно. Во-вторых, он сказал. Несмотря на это, таки он задушился. Ну, это один раз про Ахитополя. Удавился. То, как бы то ни было, так она была история. Сказал ему Ахитополь, что это можно делать. После того, что Ахитополь сказал, что сделал Давид, Омар Лейшар сказал Ахитополь, что можно. Косов Шема Хаспа написал Давид на хаспе, то есть на куске глины, глину в черепке. Имя Всевышнего, Эшадил Дхома. И бросил в Дхом. Что случилось? Он начал опускаться Дхом. До этого он поднимался, сейчас он, видно, испугался, не знает, что начал опускаться. И что случилось? Нахис Дхома Шитцер Алфей Гармидой. Он спустился 16 тысяч локтей. Примерно 8 километров. В бездну спустилась. В бездну эти воды спустились на 8 километров. Вниз. 16 тысяч километров. Это тоже было нехорошо. Почему? Не знаю. А зачем в Кихазе Дынах из Тува, когда увидел Давид, что она слишком глубоко спустилась? Омар сказал, чем выше эта вода подземная, тем лучше, тем более влажность, больше в земле, и лучше растут всякие растения, лучше растут всякие эти самые. Пирот. То есть так лучше. Он сказал, Омар Хамешесре Малот. Тогда он сказал 15 песен восхождения, поднимания. И что делать? Васке Хамидсер Алфей Гармидой. Поднял их на 15 тысяч локтей. Понятно, да? То есть сначала они пустились на 16. Они сначала поднялись, чтобы лишь то фаула, чтобы это самое, сдобить мир. Потом усилились, не знаю почему, на 16 тысяч локтей. Поэтому Давид сказал 15 ширамалот, 15 песней, которые в восхождении, поднимании, знаю, как они переводятся на русский. И за каждую песню эта дгома, эта бездна, поднялась на тысячу локтей. Получалось, что сейчас она осталась на глубине тысячи локтей, примерно 500 метров. Укмея Балфы Гармиды оставил их на глубине на тысячу локтей, то есть примерно 500 метров. Ом и Руля сказал, что Мамина отсюда можно выучить интересную, как сказать, не знаю что, интересный факт, а именно сумха де ара алфа Гармиды, что толщина земли до бездны тысяча локтей. Не знаю, кто с этим согласен, не согласен, но так сказал Уля, что отсюда можно выучить, что была земли до бездны это тысяча локтей, примерно 500 метров. После этого начинается бездна. Спрашивает Гмара, интересный вопрос. Ваха, Зина, Декарина, Пурта, Внавки, Майя. Есть, ты говоришь, что вна 500 локтей. Получается, чтобы дариться до какой-то воды, колодиться и так далее, нужно вырыть тысячу локтей, потому что только там находится вода. А? Но неважно, как-то видно, это Гмара не очень понимал, что это не знаю, как. Неважно. Воздух, Гмара спрашивает такую вещь, что мы же видим, что Харина, Пурта, Внавку, Майя, мы видим, что иногда вытекаешь небольшой колодец, уже выходит вода там. Случается, что бездна, она намного выше, чем тысяча локтей глубины. Эта вода, она неизбежна, какая-то вода известна из Прата. Суламады Прат не очень понятная вещь, я прочту Рашину и не очень ее понимаю. Мы говорим Рашину, что такое Суламады Прат, Малот, Асует, Камахилот, какие-то ступеньки и поднятия, которые есть, как это самое, как подземные такие, ходы. Шебэмэ Прат, что по ним воды Прата, Прат как называется по-русски? Ефрат. Прат, значит, поднимаются под водой. Лифиша Прат, Гавуа Моцаоймэ Од. Прат, он выходит из места очень высокого, то есть на очень высокой горе. А? Скудва? Скудва. Я не знаю, я считаю, что в Раши написано. Он выходит из места очень высокого. Там лин Барахоис. То, что мы учили Масаид Барахоис. Коля Наротли Мата Мипрат. Все остальные реки, они под Пратом, то есть они более низкие. Омай Мюцимбэ Гар Гавуа им дэрахмутукан лэген уллин альгар ка Йойцебо. Есть здесь закон, как называется, законное сообщающее судо. Поскольку вода, она выходит с высокого места, если есть под ней это самое, даже такая форма, как это называется, форма этой сифона этого, как называется, подземного, вот такой вот сам, вот она поднимается на такую же гору. В Лу-Йойсер, но не более, не больше. То есть ровно на такую же высоту. Закон сообщающего суд, как называется. Поэтому даже люди, которые копают в горах в Бавеле, а смухим ли прат, которые относительно близко к прату, муцимаем. Они находят там воду. То есть это те воды, которые из прата, а не из которой из бездны. Кто? Это я не знаю. Кто? Вамдуку аним башара ильон. Значит, что написано на смешне, вернемся на мишну. Давайте сегодня остановимся, а завтра продолжим это морожие. А? Всегда на интересном месте становимся. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Субтитры Алексею Дубровскому! Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...